МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночное происшествие. Пьяный пассажир напал на полицейского. Закон, что дышло, в частной компании беременную сотрудницу уволили с работы. Опять двойка. Губернатор края недоволен, как идет строительство в микрорайоне Усольский-2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять валюта неприлично взлетела вверх. В переме 96 домов и 11 социальных объектов остались без тепла. А мы готовы рассказать о том, какие события произошли в эту среду в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Сегодня горожане обсуждают аварию, произошедшую накануне. Я и сама попала в пробку, образовавшуюся на въезде в город. Этот затор произошел из-за серьезной ошибки одного из участников дорожного движения. После аварии машина смята, как лист бумаги, невозможно определить даже марку. На самом деле водитель этого Фиата правил не нарушал, а стал жертвой обстоятельств. Ехал с работы с тремя коллегами и вдруг навстречу вылетел огромный маз, груженный кирпичом. Водитель грузовика не рассчитал скоростной режим и не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия у нас пострадали 4 человека. Это водитель Фиата и также 3 пассажира. Водитель и пассажир Фиата госпитализированы в первую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Другим мужчинам, пассажирам оказаны медицинская помощь. Мужчин Фиате спасли ремни безопасности. Водитель грузовика отделался, как говорится, легким испугом. А вот очевидцам происшествия пришлось несколько часов простоять в пробке, пока машины не убрали с дороги. Кстати, Березняковские дороги вошли в рейтинг самых аварийных в регионе. Также опасные трассы в Перми и Кунгурском районе. Судите сами, с начала года в Прикамье произошло более 4 тысяч ДТП с пострадавшими. Такие данные приводят в Краевом управлении ГИБДД. А если посмотреть наш следующий сюжет, становится понятно, почему на дорогах так неспокойно. Татьяна Александрова побывала в очередном ночном рейде с березняковскими полицейскими. Время уже заполнивши. Березняковские автовладельцы не дремлят. Первыми, кто попал в объектив нашей видеокамеры, оказался вот этот молодой человек. Правила водитель не нарушил, а с документами не все в порядке. Страховой полис на транспортное средство просрочен, за что полагается немаленький штраф. Следующим автовладельцем, кому инспектор дал указание остановиться у обочины, стал водитель вот этого Ниссана. С документами все в порядке. Инспекторы проверяют водителя на наличие опьянения. Алкотестер показывает по нулям. Как, до сигнала, да? До щелчка. До щелчка? Да, что ж хватит. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все. Все, молодцы, Павел Руч. Позже на нашу видеоудочку попадал лишь мелкий улов. Одни не желали показывать инспекторам документы, другие просто забывали включать габариты. Видимо, в темноте ездить привычнее. Но, как показала практика, такое затишьем, только перед бурей. Наш дежурный экипаж мчит на помощь коллегам. Автоинспекторы по рации сообщают, что водитель «Лады» 99-й модели не реагирует на просьбу остановиться. На месте нас ждал целый цирк. Этот не совсем воспитанный человек – пассажир «Шустро-99-й», который к нашему приезду уже осваивал стенки патрульной машины. Дело в том, что агрессивный пассажир причину остановки решил выяснить на кулаках. Храбрость, конечно, хорошее качество. Но вот только любая угроза физической расправы или нападения на сотрудника полиции признается совершенным преступлением. Если в тот момент мужчина управлял алкоголь, то на утро ему должно быть как минимум стыдно. Почему уезжали? Не останавливаются. Не видел. Водитель же оказался намного спокойнее. Правда, вот адекватного ответа на вопрос, почему на просьбу остановиться, не отреагировали. Ни мы, ни сотрудники ТПС не получили. Позже всех несостоявшихся артистов отправили в УВД, а автомобиль отогнали на штрафстоянку. Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Наркотиком бой в одной из березняковских квартир, что на Советском проспекте, оперативники задержали уже ранее судимого мужчину. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета с веществом бежевого цвета. Результаты проведенного исследования показали. Данное вещество – наркотическое средство, героин, массой 18 граммов. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел березняковской полиции. Сейчас он дает признательные показания. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. И возбуждено уголовное дело по части в строю статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Воронка в Соликамске стала вдвое большим. Провал, который появился из-за притока подземных вод в шахту, увеличился до размеров 50 на 60 метров. Ранее он был 20 на 30. Ученые прогнозируют, воронка будет еще расширяться. По словам директора научно-производственной фирмы «Геопрогноз», провал, скорее всего, будет расширяться, пока его диаметр не составит сотни метров. А предварительные итоги расследования аварии будут обнародованы в конце декабря Ростехнадзором. Напомним, 18 ноября подземные воды стали поступать в рудник Соликамск-2 со скоростью 8-9 тысяч кубометров в час. Работники шахты были подняты на поверхность, а добыча калийных солей приостановлена. Сейчас Уралкали обсуждает с Ростехнадзором возможность запуска западной части рудника для закладки шахтных пустот, отработанной горной породой. О хотя бы частичном возобновлении работы рудника в данный момент речи не идет. Продолжу выпуск. Виктор Басаргин поставил неуд строителям микрорайона «Усульский-2». В ходе рабочей поездки в Березнике губернатор Пермского края проверил, как идет строительство, и потребовал немедленно форсировать работы на объекте. По данным Пермского регионального сервера, в ходе осмотра стройплощадки Виктор Басаргин отметил низкий темп работ, заявив, что ставит двойку застройщикам. Далее цитата. «Ситуация меня категорически не устраивает. Активность на объекте крайне низкая. Техника используется допотопная, рабочих мало. Такая расслабленность недопустима. Требую немедленно форсировать строительные работы. Установите камеры видеонаблюдения, лично следите за ходом работ. Передавайте строителям необходимое ускорение в ежедневном, а если не понимают, в ежечастном режиме. Обязаны справиться. Завершение этой стройки ждут тысячи жителей Березняков». Конец цитаты. По итогам совещания губернатор также констатировал, что отставание от графика идет почти на месяц. Был также сформулирован перечень мер для ускорения строительных работ на площадке. Напомним, будущее жилье в новом микрорайоне предназначено для переселения березняковцев из аварийных домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии. Беременных с возу в фирме легче. Возможно, именно так считают некоторые березняковские работодатели. К нам в редакцию обратилась наша телезрительница. По ее словам, начальник незаконно уволил ее. Молодая женщина ждет ребенка и теперь осталась без работы и декретных. О непростых трудовых отношениях продолжит Евгения Кокшарова. «Раньше я ходила сюда на работу, а теперь я хожу сейчас отстаивать свои права». Ирина Камягина сейчас на шестом месяце беременности, но вместо того, чтобы уделять больше времени своему здоровью, ей постоянно приходится нервничать. Каждое утро она ходит к своему работодателю, хочет восстановить справедливость. Начальник уволил ее после больничного. Там нарушение произошло больничного, и он меня уволил на шести месяцев беременности. Однако в трудовой книжке Ирины стоит запись с задним числом – уволена по собственному желанию. Хотя Ирина заявление об увольнении не писала. Фактически женщина осталась без средств к существованию. «Мне страшно стало, что у меня еще и маленький ребенок двухлетний, ее надо кормить девочку свою, еще и шести месяцев беременности. Конечно, очень страшно стало, чем ребенка кормить, что как вторую воспитывать». Ирина работала дворником в частной фирме, которая занимается уборкой контейнерных площадок. Вместе с будущей мамой мы попытались попасть к ее начальнику. Посреди рабочего дня его на месте не оказалось. А бывшие коллеги попросили Ирину покинуть территорию предприятия, на котором она проработала больше года. «Уберите камеру! Уберите камеру! Ничего не имеете? Уберите! Да мне наплевать, я сломаю камеру и все». Зато в городской прокуратуре Ирину встретили более радушно и выслушали ее проблему. «Вас увольняют или что? Увольняют. Мы написали по собственному желанию». «Вы заявление писали о том, чтобы вас уволили по собственному желанию? Нет, мы еще не писали». «Заявление вы не писали? Не писала». Здесь нам пояснили, работодатель в этом случае не прав. За нарушение больничного по закону можно было наказать работницу другим способом. «Работодатель мог ограничиться либо замечанием, либо выговором, либо тем же самым премиальным вознаграждением снизить работницу, но увольнять ее нельзя». Теперь Ирина пишет заявление в прокуратуру. Эта бумага послужит основанием для судебного разбирательства и прокурорской проверки. Если факт нарушения Трудового кодекса докажут, то нерадивому работодателю придется выплатить немаленький штраф и компенсацию морального вреда, нанесенного будущей матери. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Будь здоров! Сегодня сразу в трех городских школах выступали агитационные бригады. Старшеклассники решили рассказать ученикам младших классов о вреде наркотиков. Вообще это не случайно. Именно сегодня в Березняках стартуют мероприятия, направленные на повышение информированности детей и молодежи о спиде и наркотиках. Сумей сказать наркотикам нет. Таким призывом сегодня перед учениками средних классов выступила агитационная бригада «Позитив». Девчонки подготовили презентацию на тему «Наркотики – это смерть». Театрально показали, какой вред несет эта зависимость и чем вообще все это может закончиться. Как считают сами организаторы, такие профилактические беседы нужно проводить как можно чаще, чтобы дети с малых лет понимали мир полон опасностей. Предупредить детей, что наркотики – это вред, нельзя. Ну, своему здоровью, конечно, вредить. То, что оберегаем их, как бы так. Это реально новая жизнь. На телеканале ТНТ «Березники» стартовал уже четвертый сезон популярного шоу о похудении. Из восьми финалистов кастинга партнеры проекта и наш телеканал выбрал трех девушек, на чьи плечи будет возложена почетная миссия – худеть в прямом эфире. Вторая серия программы, которая познакомит вас с героинями шоу, выйдет в эфир в эту пятницу после программы новости на ТНТ. Телеканал ТНТ «Березники» утвердил трех участниц проекта, чьи мотивы участия показались самыми весомыми. Немаловажным критерием отбора стало и состояние здоровья. Каждая участница программы была застигнута врасплох нашей съемочной группой на работе или дома. Таким образом, девушкам были вручены приглашения на проект. Этот сезон программы обещает стать самым грандиозным. Ведь после участия в шоу девушки будут просто обязаны начать новую жизнь. С новым телом, новыми мыслями и новыми людьми. Телепроект обещает массу сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета. Не пропустите знакомство с участницами программы «Это реально новая жизнь» в пятницу в 19.45. На этом наше эфирное время заканчивается. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Прогноз погоды представляет компания «Агрострой». Березники, Советский проспект 6, Соликамск, Энергетиков 36. Спонсор прогноза погоды – отдел рукоделия и текстиль. ЦУМ, первый этаж. Белорусский текстиль. Качество по разумным ценам. Спонсор прогноза погоды – губаха хлеб. Хлеба и торты высшего качества. Приготовленные в лучших традициях с теплом души. Ищите в магазинах города. В Березниках 27 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 18-20 градусов мороза. В дневные часы – минус 11, минус 13. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1,6 метра в секунду. В четверг солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Металл, металл, кругом металл. Компания «Агрострой» предлагает металлопрокат и профнастил по самым низким ценам. Березники, Советский проспект 6, Совикамск, энергетиков 36. Постильное белье премиум класса из бязи, сатина, льна. В отделе рукоделия и текстиль. Дерзкие и яркие, нежные и сдержанные дизайны предоставляют полную свободу вашей фантазии в оформлении спальни. Город Березники. Торговый центр ЦУМ. Первый этаж. Губаха хлеб. Хлеб, приготовленный с теплом души. Большой ассортимент тортов и кондитерских изделий. Торты под заказ. На свадьбу и юбилеи. Нерождение. Изготовление тортов любой сложности. Город Губаха. Улица Тюленина. Дом 10. Редактор субтитров А.Семкин